всем доброго времени суток дорогие друзья с вами все еще дарт и как и обещал будет 3 то и чуть более видео по джурасик пар билдеры как только выдалось свободное время я записываю данное видео благодаря тому что здесь воронеж все-таки город миллионник здесь скорость как то с интернетом получше если у меня на севере дороже и поэтому я особо мощный как говорится ну особо быстро не подключал то здесь за те же деньги я могу по сути оплачивать более быстрый интернет и поэтому видео загрузится уже сегодня ну что ж после этой хорошей новости как сказать предлагаю вам приступить сразу же к эволюциям эти видео будут просто мне кажется называться эволюция животных номер один номер два и так далее значит первое это как вы догадались сегодня мы посмотрим его плацефала на последнем уровне эволюции и на определенный период времени до новых обновлений или еще чего распрощаемся со стандартным парком значит его плацефал его булава на хвосте была средством самозащиты его плацефал также как и возможно его родственники другие анкилозавриты старались бить хищником в ноги ведь как сказать хищник с переломанной ногой в общем можно сказать вообще не опасен и от такой травмы может скончаться но не именно от травмы того что он сможет найти себе пропитание поймать добычу прочее просто умрет от голода так ну вот и в данный момент если честно это максимальное приближение я что-то особых ну то что тут что-то тут синенькое ничего такого пока не вижу поэтому предлагаю увеличить его в размере то есть покормить вот наш его плацефал на последнем уровне эволюции возможно мне кажется или количество вот этих у него шипов косных на панцире увеличилась либо она осталась таким же но все равно их не хватает их должно быть несколько рядов больше гораздо больше добавили только какие-то светло-голубые пятна на так сказать на пузе да на ногах опять же почему фиолетового цвета цвета динозавр вы что других цветов не знаете что ли ну бесит уже значит сила 1286 урон здоровье 9215 урона 495 до 2973 а теперь давайте-ка глянем на тиранозавра мне кажется или по силе его плацефал даже сильнее чем динозавров здоровье у него на тысячу с лишним больше а вот урон у него на тысячу меньше так что если выбирать то в плацефала нужно ставить спарринг то есть с какими-то там такими же тяжелыми динозаврами а тирексов из-за его урона просто как сказать кидать сразу в бой так ну что ж с вами сейчас мы переместимся в морской парк вот мы и оказались в морском парке так и сразу же с эволюции так как больше по сути показывать и нечего первое это бананогмиусы окаменелости хорошо сохранились так как состояли полностью из костей то есть бананогмиус был костной рыбой и поэтому его окаменелости очень хорошо сохранились и дошли до нас почти как сказать почти в стопроцентной сохранности так дать покормим их так вот они у нас на максимальном уровне значит он будет у нас такой с желтой головой зеленым телом желтыми полосками и синими полосками а плавник у него вообще такой бирюзовый грубо говоря то есть очень такая классная вымершая рыбка сила 806 здоровье 6080 урона трехсот восьмидесяти четырех до двух тысяч трехсот четырех то есть довольно таки сильное сильное животное для морского парка если вы думаете приобретать его или нет то и лично я вам советую это животное следующее это левиафан некоторые зубы были длиной в один фут то есть 30 с лишним сантиметром 31 32 точнее три с половиной сантиметров такой же длины радиус футбольного мяча не знаю к чему именно такое приведение сходства но вот так плавник насколько я знаю плавнику спиной отсутствовал у левиафана но здесь почему-то его добавили или возможно я ошибаюсь окрас очень мне нравится такие вот разбросанные пятна тела такого темного цвета собственно говоря как у китов никакого радужного опять же никого фиолетового цвета слава тебе господи и белый животик такой вот очень классно белая нижняя часть тела давайте покормим его вот наш левиафан на последнем уровне эволюции сила 624 урон по здоровью 4680 урона 412 до 2000 тысяч четырехсот семидесяти шести банана гниос проигрывает ему пассиве по урона но зато выигрывает по здоровью хотя должно быть наоборот я не знаю почему здесь так суть какие-то три рыбки имеют здоровье больше чем кита вымешу который весит несколько тонн 4 я ускакал 4 узко так здесь вот эдестус да эволюционировал в охотника на специфическую добычу что привело к появлению причудливых зубных рядов то есть он охотился в основном на каких-нибудь головоногих моллюсков или брюхоногих там ракушки раскусывал с помощью раковины с помощью своих вот зубов и вот такая форма челюсти помогала захватывать раковины то есть он ничем другим питаться по сути не мог сила 990 здоровья 6930 урона пятьсот тридцати пяти до трех тысяч двести одиннадцать но для нового животного я не искал что он сильно вообще прям силен не мой неимоверно но зато он сильнее левиафана и бананогмиус а как по урону и по здоровью тоже лучше у него идет все так тут вот видите немножко не завершилась но думаю там бакс потратить на его ну вот чтобы эволюция закончилась не страшно так автальмозавр имел большие класса чтобы выслеживать обыча на экстремальных глубинах то есть они были большими чтобы он мог в темноте чтобы он вот и в этой темноте мог выслеживать там всяких кальмаров рыбу и прочее окрашен он очень очень классно то есть конечно радужно что как по сути мне не нравится но вот как здесь подали вот эту окраску не меня устраивает давайте покормим их вот такие вот у нас автальмозаврики в следующем видео следующее видео будет завершающим по морскому парку вы увидите их на последнем уровне эволюции так давайте воспитать ну хорошо шесть пять часов еще ждать ничего себе майозавр официально почтовая марка в новой зеландии несет картинку майозавра то есть он у них такой общепризнанный общепризнанный общепризнанным умершее животное которому никак бы гордятся что ли то что окаменелся находится именно у них в стране и вот помещает его на нара как сказать на почтовую марку окрас тоже так узнать ну не особо яркий не особо темный но вот как он подан очень красиво очень классно то есть ему абсолютно идет вообще вот ребята пока с цветами не радует у два последних животных по сути и пока что меня все устраивает посмотрим как будет последний уровень вот так у нас будет выглядеть майозавр на тридцатом уровне эволюции как автальмозавр в следующей серии увидите его на последнем уровне эволюции а на этой ноте говорим пока морскому парку и переходим к главному это к ледниковому парку вот мы и переместились в ледниковый парк и на этом завершим наше видео ну смысле просмотрим и плюс и завершим видео так скажу начнем начнем с халикатерия халикатерий носит название галечный зверь из-за зубов в виде гальки то есть у него зубы были в виде гальки и собственно говоря скажем так палеонтологи или просто люди которые нашли окаменелость этого животного дали ему вот такое название цвет немного изменился с предыдущего видео когда мы там видели его окрас но окрашен как на юзавор но в принципе это для такого животного как то что мне кажется идет подходит и поэтому этот отказ идеален и можно ставить плюсик этому животному вот и наш халикатерий на последнем уровне эволюции сила 446 здоровье 3640 урон 279 до 1677 то есть это так как я на ледниковый период он последний открывается я на него тратил бывает даже меньше времени поэтому сейчас по сути на последнем уровне эволюции животные которые ищут в магазине и они там еще по центру примерно где-то стоят но это также причина из-за того что я покупал за динобаксы каких-то животных и на них уделял время так следующее у нас это тела космил был размером современного ягуара ну что ж давайте вот этих милых животных которых идеально также окрасили по корням урон сила 354 здоровье 2950 урон 304 до 1828 то есть он слабее чем халикатерий а вот покупать не покупайте решать абсолютно вам на начальных уровнях это довольно таки полезное животное так и едем дальше депротодон у нас самый крупный из известных сумчатых и существовало за счет огромного количества кустарников и разнотравья так ну в следующем видео будет он еще да вот в следующем видео будет на последнем уровне эволюции давайте покормим его так следующее это пилте филус так следующее это пилте филус ну окрас в принципе добротный такой пойдет так имел два рога на конце морды эта черта выделяла самцов на фоне самок в следующем видео также на последнем уровне эволюции посмотрите так 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 что у нас кто там арсина терий тоже мне как раз он не особо понравилось так что пока ему дизлайк поставим так значит рога на носу были полами и использовать для производства трупных звуков то есть как у всяких гадрозавров из мелового периода так в следующем видео также на последнем уровне эволюции будет так следующее у нас это к астероидес к сожалению нет доказательств того что в доисторические времена они строили гигантские плотины если честно окрас мне не нравится где увидели синих бобров или вообще синие животных я млекопитающих синего окраса я никогда в жизни своей не видел поэтому мне кажется это очень глупый окрас так что тоже дизлайк ему поставим в следующем видео также на последнем уровне эволюции будет а вот в самом последнем в третьем видео чисто по эволюциям будем уже смотреть на трех оставшихся животных в Ведниковом парке так следующее это у нас Килинкен является родственников фараракаса или птицы-убийц ну киллер бёрд так значит они у нас окрашены ну в принципе нормально то есть такой серый с коричневым цветом вперемешку так очень красиво смотрится и для данного для данной птицы для данного рода вымерших птиц мне кажется подходит давайте покормим жалко что для них не придумали новую анимацию очень жаль так следующее это у нас будет мегалания также известная как гигантская ящерица потрошитель ну собственно говоря о мегалании сам основной я вам в прошлом видео рассказал если пропустили его или не захотели смотреть то можете просто перемотать на момент с мегалании посмотреть и поставить здесь на паузу там посмотреть и вернуться опять сюда так ну по моему к зеленому окрасу добавили что эти черные полосы и так он так она или он смотрится даже лучше давайте покормим посмотрим как он крупно выглядит очень очень круто выглядит так вот этот язык он конечно вараны языком так делают я не спорю но мне кажется его не очень хорошо нарисовали в принципе он как динозуху делаю почти те же движения то есть динозуху получается добавили движения мегалании то есть вот он прокол я то думал у него своя анимация оказывается хрен и последний на сегодня для данного видео это диди курс вот даже как да уж куда у меня и так вся территория это уже за кадром буду выполнять диди курс был медленно передвигающимся животным но это не удивительно при своих размерах он весил примерно тонну а то и полторы размером он был с volkswagen жука если кто понимает о чем я говорю значит и на спине добавили вот у него такое черное пятно и черное пятно на хвосте также вот эти два шипа самок которые направлены вот обратно от головы скажем так они таким вот коричневым темно-коричневым цветом окрашены давайте его покормим ну конечно вот в полном размере он выглядит еще круче особенно у его вот это булава это просто не знаю это анкилозавр отдыхает это офигеть то и реально это не клепит млекопитающий эквивалентный анкилозавру если анкилозавр булавой просто ломал кости то этот еще вон зал свои шипы в тело то есть помимо боли от сломанной кости вы получали боль еще от шипов это очень вообще просто представить не могу ну что ж надеюсь это видео вам понравилось выпуская видео по мере возможности также учусь так что если кто-то там ну разочарован в моем канале из-за отсутствия видео то уж ребята извините без образования далеко не уйдешь так что учиться нужно тоже теперь я буду учиться в группе у которой три выходных в неделю то есть пятница суббота воскресенье причем каждую неделю и получается следующее видео выйдет когда вот я проведу эволюцию животных и вот когда она пройдет то есть это будет возможно как раз в пятницу на следующей неделе опять же выпущу видео благодаря скорости которые имею сейчас я могу загружать видео в тот же день в который я ее и как говорится записал отформатировал и при этом я загружу это видео за 20 25 минут меня это очень сильно радует к сожалению меня не радует тоже тот факт что вот когда я начал снимать видео у меня такой возможности не было ну что ж всем хорошей учебы всем отличные жизни там радости веселья всего такого чего иногда мне не хватает увидимся с вами в следующем видео с вами был богдан до скорых встреч и пока а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»